Слушай, у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да, я уже предупреждён. Я не против. Хорошо. Слушай, говорите, пожалуйста. Рад приветствовать вас. Спасибо, Христос. Давно уже, так сказать, в таком заочном общении с вами. И вот, Господь сподвиг позвонить через брата Николая. А вы потом отдельно зайдите на меня, отдельно дайте звонок, и я вам скину все материалы. Хорошо, так и сделаем. Да. Я услышал, что вы хотите там принимать крещение где, но вы говорите там, Юрович, я их знаю, он к нам в лагерь приезжал. Он обратился через отца Геннадия Фаста, а Фаст у меня, так что, как говорят, он мой внучатка, этот священник ты. Внучатка, да. Да, в Москве живу, тут, с некоторого недавнего времени, вот с Николаем мы общаемся, иногда встречаемся, так, в храм ходим. Хорошо, хорошо. Тебя вырвать, беседа во главе. Угла. Слава Христу. Слава Христу, да. Так, я чем могу быть полезен вам? Ну, смотрите, какая ситуация, так скажем, да. Я еще в полной мере-то и не крещеный, а одним словом, ну, моченый, да, как это принято. Знаете, у нас крещение каждый год бывает, вы слышали, 7 июля будет. Это будет не просто так, это празднично, сколько будет людей. Так что, если вы, ну, готовитесь к этому, там перед этим будет экзамен человеку, вам это очень потребуется на всю жизнь. А еще целый месяц, больше, вы столько бы узнали, приехали. Ну, у меня есть желание приехать. Ну, вот, и крещение, крещение он делает в купеле, а у нас прямо в озере человек, батюшка, заходит, вот так вот, и там крестят. И тут остальные стоят, встречают, как и опять в храм идут, причащаются. Ну, то есть, более празднично, более вникновенно, мы, нигде больше нет такого. Сам священник в воде стоит, как Евнух и Филипп сошли оба в воду. Так что... У меня так понимание этого вопроса, смотрите, я все-таки здесь живу и в храм хожу. У нас тут есть храм, хороший храм, понимаете. Торговли в храме нету. Ну, многие соблюдены правила такие. А с тарелкой ходят? Нет, нет, с тарелкой не ходят. Ну, хорошо. А свечи какие, где они свечи берут? Ну, свечи стандартно. Свечи, свечи не восковые, их даже зажигать нельзя. Свечи должны быть чисто восковые, как Серафим Саровский говорит. Потому что сейчас пасхальный период идет, да, и у них всегда свечи красные. А красные это мусор. Левитам 10 глава 10 сии говорит, нечистые, нечистому. Отличать надо чистое от нечистого. У меня как-то отдали воск. Ну, знакомая была. Мы мама сделали. Она когда принесла, я говорю, она блестит. Я говорю, что? Ну, она трубочки маленько смазывала там растопленную парапин. Все до одной мысль забери обратно. Нам не надо такие с ними только ходить, там коров проведывать, там куда-то. Свечки не должно быть тысячной доли грамма примеси. Господь чистый, чистый зовет. А они не будут. Софрина это прибыль. Вот этот момент, конечно, сложно до них донести. И я думаю, просто невозможно. Ну, ах, хорошо. А оглашенные за детей выходит кто-то? Никого, кроме меня. Ну и вот. Вот и хорошо. А на результате получается, что самого главного твоего нет. С ними надо заниматься. Вот вы знаете, когда-то пусть ирать-то они пришли, там, плясали в храме Христа Спасителя. Ну, а казаки что, их переловили, давай пороть, потом в суд отдали. Мы тогда поехали в Москву. Ну, и нас сколько было, может, человек шесть, братья. Мы у Кирилла Сахарова были. Это 250 метров от храма Христа Спасителя, на Берсеневке. Ну, мы помолились, на колени встали, руки простирали. С другой стороны, с третьей, к четвертой стороне подошли, а там ограда на замке. И сигнал дали, вышел. Видно, что какая-то организация, охрана серьезная. Что надо? Мы говорим, нам нужно найти с этой стороны, мы из Сибири, желаем помолиться. Ну, минута не прошла, он выходит, ключ открыл, и мы опять стали молиться. И спрашивает, а что нужно было делать? В первую очередь, храм осквернен был признать, что он был осквернен. Они нечистые, они что попало делают, согласны. Поэтому нужно собрать деньги, немножко. Купить вот такой большой замок амбарный, и на храм Христа Спасителя везде повесить. И объявить 40 дней очищения. И каждый день на то вокруг, что там есть, до самого канала. Что все были, патриарх, какие могут архиереи, приезжали день и ночь, молитва непрестанная, неусыпающая. Вот что надо было делать-то, а я мирянин, ну, чтец я. Почему я должен подсказывать? По-другому никогда не было. И потом уже, после этого, молиться за них, которые это все сделали пакость. Они просто, давайте, они как казаки сделали, да, нормально. Но нам Господь говорит, любите врагов ваших. Тут не сходятся никак. Мы должны о них... А они теперь что? Переоделись, там, в каких-то плавках под них. Вали кресты, поклонные кресты, спасай Россию. Под этим лозунгом пошли по всей России. Что они выгодили? Ничего. Они сели, тоже они... Только молитва, молитва такая, как Ильичей сказал. Ты захватывал этих врагов, нет, Сириян. Он их ослепил и завел половину в государство. Он говорит, нет, поэтому не бей их, а накорми, напой, больных перевяжи, отвяжи туда, в Сирию. И написано, с тех пор в Сирию они больше не приходили. Любовь действует так хватающая. А она человека выжимает ненужное и наполняет благодатью Духа Святого. Да, у них, конечно, в этом плане слабо ведется работа. Ну, я вот... Хорошие священники, такие добрые, мирные, ну как? Добрый, мирный не может он быть. Он добрый, мирный и в то же время должен быть перед Богом таким. А Иоанн Креститель добрый или мирный был? Люди издалека приехали креститься. И он как их? По рождению Ехиднины, то есть змееныши. Кто внушил бежать от будущего гнева? Вот апостол Павел говорит, и там мешает Елима Волх. И он говорит, на него сразу же говорит, да коли будешь совращать с прямых путей враг всякой правды, сын дьявола, вот на тебе рука Господня. И он сразу лишил созрения, и его повели за руки. Это что? А это то, что надо. Ты должен иногда показать себя с такой силой веры, чтобы заколебалось все вокруг. Вот я показываю пример Иоанн Креститель, рожденный женами высший, Павел высший апостол. И как он его ослепил? А когда там одна женщина говорила, да говорила правду, эти люди возвещают нам путь спасения. И он из него злого духа изгнал. Об этом мы считаем 16 глава Деяния апостолов. И что было? Его арестовали? Павел не мог не знать. Последствия будут ужасные. И что с ним сделали? Но так надо было сделать. Даже вопрос не возникает. И поэтому где-то мы должны, сложа руки, где-то поднять молиться, а где-то призывать на помощь. Помогите в молитве. Где двое или трое, я посреди буду говорить Господь. Тут еще такой момент, Игнат Тихонович. Смотрите. Допустим, можно, я думаю, с ними вопрос этот решить. И насчет полного троекратного погружения. Все это есть. Все условия есть. То есть в храме есть даже баптистерий с роскошной купелью, там в полный рост все помещается. Но вкрадываются обстоятельства. Они все подстригают бороды. А мне вот дают всем-то знакомиться. Если подстригают бороду, я на встречу не выхожу. Зачем? Он против Бога восстал. Он бунтует против Бога. Это блудодейная ересь. Блудодейная ересь. Это никто говорит о Иоанн Кронштадтске. Я помню, смотрел с вами передачу. И вы сказали, да если, говорит, священник бороду подстригает, даже не подойду к нему, к кресту приложиться. Конечно. Потому что Господь с ними поступает как? Когда у Давидова слух полбороды отбрили, он их не запустил. А говорит, город проклятия у нас есть. Иерихон, живите, пока борода отрастет. Не сказал, подровняйтесь с этими. Нет, каждый день мерили. Домой охота. Хозяйка ждет. А это посольство было от Давида. Если мы идем на небесный Иерусалим, а это земной Давид не пустил. То кто мы такие? И ради чего? Это физиологическое отличие от женщины. У ней свое. Никак нельзя трогать. Мы не видим, чтобы... Три года не трогаю. Ну, это так и должно быть. А мусульмане усы подрезают. Я сегодня вообще от рулетки разговаривал. Зачем? А вот Мухаммад сказал. Где он сказал? Он творил человека? Нет. А я когда с ними разговариваю, ну, они тоже, как говорится, тоже, хоть они мусульмане, но они люди. Я ему Библию показываю. Он не знает. Я говорю, ты эту книгу считал хоть раз? А вот, надо считать. Считай, что написано. Не могут прочитать. Передо мною прошло в прошлом году 2600 мусульман, с которыми я беседовал. И ни один не мог прочитать. Я говорю, ты открой 5-я сура, 68-й аят. А он как лежал, так и лежит. Почему не шевелишься? Потому что нет у тебя этой книги. Я ее не критикую, не трогаю. Ты мою Библию не трогай. Почему ты ее не считаешь? А там, в 68-м аяте написано, что Всевышний дал людям Писание, а Писание в скобках дается христиане и иудеи. Дал завет Божий, Таурет, Тора, 5 книг Моисея, и изжил Евангелие, чтобы по нему поступали. Я говорю, ваша книга меня одобряет. А вы знаете, кто последний пророк был? Последний пророк Еноха и Ильяса идут с неба. Они ничего не знают. Я говорю, когда умер ваш основатель религии? Он не знает. Я говорю, в 632-м году. А вы не хотели прислать ислам? Я говорю, человек в здравой памяти и рассудке менять небо на землю не будет. Вот я и хотел у вас такое уже поручение, совет, как назовем, по-любому. Так что я бы посоветовал вам, приезжайте к нам, приезжайте, крещение примите, вы все увидите своими глазами с нуля. И отовсюду будут люди такие. А это вы увидите, как никуда не денется. Главное, что вам экзамен будет перед этим. Вы заниматься начнете. Вы это никогда не скажете, что что я сделал. Вот оно рядом, 7 июля будет. Поэтому нет сомнений. Но вы понимаете, какая история-то? Все-таки я здесь живу, да, и хочу принять крещение здесь, там, где живу. Но только хотение. А по рассудку-то вам надо взять выше. Вот у вас, который есть, он что, в другом месте принимал, будет, нет, скажи, я знаю, там бороды не подстригают. И можете назвать, что вы увидите. У нас стоят отдельно мужчины и женщины. Даже шепотом полслова нельзя сказать. За 7 минут до начала богослужения мертвая тишина. За этим слух объявляется. Встанем все для молитвы. Замерло все. Не креститься, ничего не надо. 7 минут мы благодарим Бога про себя каждый. Открываются врата царские, тогда начинается богослужение. Вы все увидите это. Тем более, в другие годы думаете приезжать, будете здесь, почиститься можно будет. А то батюшка не очень идет на это, посторонне, чтобы причащались. Как правило, не допускает. Я вас не знаю. А тут он знает, вы его чадо. А там придете, там никуда не денется. Я вам советую, что вы обязательно придет время, внутри себя скажете, время упустил. Почему не послушался? Абсолютно доверяю вашим словам. Вот смотрите, у меня один раз было такое. Вот Николай Астахов. Вот он, батюшке возьми, да и скажи, я крестился, полное погружение. А как не знает. А я батюшке говорю, крестить надо, батюшка говорит, нет, он крещеный. А ты откуда знаешь? Да не откуда, я молюсь, я получаю ответ. Я не просто молюсь, я ответы получаю. Еще раз подошел, батюшка уже не нравится это, и говорит, доказательств никаких нет. Я говорю, Николай, съезди туда. И он поехал туда, где крещеный был. И священнику вопрос задает, как крестили? Он говорит, в каком году? Он назвал год. Он говорит, нет, у нас купель, только через три года появилась. Вот и все. И теперь он приехал, полное погружение. Трижды. Это все снимается, там далеко через это многие люди приходят. Приходите. У вас борода такая отличная. Вот и вопрос, мы как бы не докончили его. Если священник подстригает бороду, ну, есть смысл к нему, вот, с этим вопросом? С каким? Подойти можно, но он как делал, так и будет делать. Он таинство, крещение провел. Ну, я не знаю. Смотрите, вот у нас люди, когда приезжали, этот Юревич у нас, он был, и все у нас, устав писит, он все здесь сняли, фотографировали. После приезжают архимандриты, крещение принимают все, не просто так, а крещение принимают. И проходит какое-то время, мы выходим на связь, ну, получилось, ничего не получилось. Как поднялись свои, там, против торговли, и они их задушили, буквально, священников. А у нас это, по-другому нельзя. У нас тут церковное правило, я могу вам скинуть, 16 пунктов. Как надо? А где есть? Ну, а где все. А они пунктом за пунктом не соблюдают. Вот бывает так, он прищищает, а люди нарушают пост. Это не надо даже. Вот мой брат, он протоиерей, 40 лет он уже. Он на 5 лет моложе меня, а мне вот 10 июня будет 85. И вот его священник куда-то уехал, он там в монастырь где-то, и говорит, 140 человек примерно, помогите мне принять на исповедь. Батюшка говорит, так, ну я буду делать-то не по-вашему, по-своему. Так это и надо. Он тогда вышел и говорит, вот приехал отец Иоаким к нам, он будет исповедовать. Ну и все. Священник поехал отдыхать, батюшка говорит, отдохни маленько. Батюшка сразу выступил и говорит, кто пост не соблюдал, можете не стоять, крещают, не будут причащаться. У него человек, наверное, 90 сразу ушло. Они, так это только первая часть, вторая, не нарушающая канон, 69 апостольское правило, отлучается на 2 года. 2 года не может причащаться, даже если поститься будет. Его нигде не соблюдают. У нас соблюдают. Дальше. Он говорит, бритые есть там, пострижены, видно. Я тоже прищищать не буду, пока не отрастут бороды. А осталось человек 9. Ну, с этими бабушками-то и стал разбираться. А то я работаю там, подряд все есть мусор собираете. Ко мне приехал, это Юрасов был такой, Амвросий, очень знаменитый, он, как сказать, игумен, единственного женского монастыря в Иваново. Ну, и он алтайский, не раз приезжал сюда, мы идем дорогу, и он говорит, вот столько-то исповедуем. Я говорю, а следующий год, да те же самые грехи, я говорю, куриный помет берут, в бочку хозяйкой готовятся поливать, оно оседает на низ. Вот это ваша исповедь. Исповедь, это означает, первое, послание Иоанна, вы себе черкните, два пункта назову. Первое Иоанна, третья глава, третья глава, девятый стих. написано, рожденный от Бога не грешит. У православных этого вообще нету, это ересь. Почему? Грешный, супергрешный, архигрешный, якосвинья в колу лежит. Это наше. А то, что написал ученик Любини, а туда же, пятая глава, в восемнадцатом стихе написано, рожденный от Бога не грешит, а говорит, не может грешить. Он не может, даже его будут тянуть, и он не может грешить. У него не поднимаются руки взять этого папироса, он ничего не может делать греховного. То есть, это избрание и подъем к Богу. Церковь не проповедует об этом, а у нас вы это сразу увидите, сразу заметите, какие люди, как дети. Вы даете добро, чтобы я приехал? Ну, что хотели-то бы? Добро даете, чтобы я приехал? Обязательно, обязательно. Вы мне понравились. Подошли. Это Николая надо благодарить. Он с хорошими людьми знается. Бывает, где-то не так. Вот тут один у нас был, бесноватый. Ну, круто, бесноватый. И он беседует. Ну, беседы я его все проверяю, и беседы у Николая все хорошие. Он верующий. Николай, да. Мы с ним вот в последнее воскресенье встречались. Да. Доброе дело. Они ходили, мои книги подарили старообрядческому белокринитской иерархии митрополиту Корнилию книги. Подарили четыре тома проповеди в стихах. Каждая книга восемьсот в восемьдесят, кажется, страниц. И Новый Завет в полном толковании с апокалипсисом. Трехтомник. И он с книгами даже сфотографировал. И мне послал он календарь старообрядческий и благодарность выписали. Через трехтомник я вот с Николаем и познакомился. Да. Вот трехтомник наш с откровением вместе, с комментариями впервые за две тысячи лет вышел. И чтобы лучший кто там сказать раскрасил Новый Завет и вообще Библию это Гюстав Доре. Вот. Да. Вот. Мы раскрасили его наши люди. Игорь Владимирович раскрашивал. Да. Двести тридцать. А десять это такие, которые отечественного другого для комментариев. Исторические такие фотографии. Я знаю, что вы эксперт в живописи. Ну вот видите, как вас Господь уже подготавливает к встрече. Вот меня когда спрашивают, я сильно раздражаю людей. Ну девятьсот лет прошло, как Блаженов и Пилак собрал вместе, а Тайна за туст он взял это, большую часть это. А почему никто никаких комментариев не давал? Я отвечаю нестандартно, потому что я еще не родился. А когда смотрят канон Андрея Критского, тысячу сто лет прошло и все на одном, помилуй мя Боже, помилуй мя. Я говорю, он писал это, когда подписал Анапиму Шестому Вселенскому Собору. Да вы что? Ну я тогда открыл, показал все там в Википедии, но это так и есть. И из него вот как 50-й Псалом у Давида два греха. Жену забрал и мужа убил. И тогда помилуй мя Божий избави от кровей. Вот для него это самое. Это написано для оглашенных. А молитва трех ступеней. Первое просительное, там и мусульмане, там все. Второе благодарственное и третье славословие. Так вот этот канон я его вывел на три. Те же самые 204 события библейских, но только припев другой, ну там подправлено. Три ступени, мы так и молимся. А почему никто до вас? Потому что я еще не родился. Ты еще не родился. Бог готовил вас для этого. Ну да. Ну что тут раздражать? Вот скажите, в прошлом году было, не было? Ну так все. Тысячу сто лет прошло. Почему никто это не увидел, что канон Андрея Критского, который считается первые четыре дня и на пятой неделе там в среду вечером полный канон. Почему никто не увидел этого? Не знаем. А я сразу увидел это. Это Господь полагает. У вас образование, меня спасает то, что у меня образования нет. Ни религиозного, ни церковного. Я все дохожу через святых отцов и молитву. У вас дар Божий. Ну это Господь делает, ему слава за благодать эту. Я вот когда разговариваю с некоторыми, да вы разговариваете, этот человек это такой, какой? Да он два дня только освободился из тюрьмы. Это мой контингент. Я пять тюрьм прошел, лагерь, теперь реабилитирован. Я не просто там был, освидетельствовал, сколько людей пришло. Начальник тюрьмы меня сколько вызывал и умер по-христиански. Следователь мой принял трехкратное погружение, крещение. Я первую ночь только был, в другом государстве меня отостали по-сегодняшнему. И говорят, вы ночью молились, семь человек встали на колени. Можно мы с вами будем молиться? Одна ночь и уже полкамеры с нами вместе. Почему? Бог делает. Он меня для этого послал не сидеть, а трудиться. Вы и в Чебоксарах были, да, я потому что родом из Чебокса. Много пришлось где быть. Вот у нас миссионерская поездка, никому не совершить такую. Мы в Барнауле живем. И мы проехали до Тихого океана, Владивосток и порт Находка. И мы потом, это у нас другие года будут, и мы проехали Германию, Францию, Испанию, Португалию до Атлантического океана. И везде проповеди. И 650 библиотек получили полный комплект тогдашних моих книг 38 томов. На сегодняшние дни нам обошлось это 35 миллионов рублей. Этого никто не сделал. Потому что и книг таких нету, да и кто поедет, да и что они будут стоять. А между городами, вот когда мы ездили на восток, у нас в день уходило 1030 километров. Подъем в 2 часа ночи. И мы встречались каждый день минимум 5 районных центров и города. Это удивительно. Сколько проповедей было, какие встречи. Это Бог делает. не, не, это человеку просто невозможно выдержать это. А мы свободно прошли. Это Господь, Ему слава, аллилуйя, не нам. Слава Господу. Слава Христу, да. Что? Вот так вот сотворил и послал вас нам на спасение. Вас Алексея звать. Вы знаете, как переводится? Ну так, приблизительно. Помощник. 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 А то начинает говорить там, защитник, это Александр. А Александр по-скандинавски Игорь. То есть я этим едем специально занимался, а то люди даже не знают. Я говорю, а как назвали? Сына Марком назвали. А что это такое? Не знаю. Я говорю, это означает сухой. То есть родился и сухой. Его назвали первого, который Марк был. А назвали Варвара. А Варвара означает грубая, невежественная. Варвар. Варвар. Ну вот отсюда. Но есть такие, что тандем мужской и женский, Александр, Валентин, Валентина. Да, вот через вас узнал, что Николай, Никита и Виктор одно и то же есть. Одно и то же. Только по-латыни и по-гречески. У меня отец Николай. Ну вот, Николай, значит. Слава Христу. Слава Христу. Ну, очень рад встретиться с вами, Игнатий Тихонович. Слава Христу, что Николай занимается, вот приводит людей добрых. Я тоже доволен, рад. Ну так, что я вам предлагаю не только поехать, а принять крещение. Вы никого этим не обидите, причащаться будете, но вы другим будете рассказывать, как должно быть. Вы все это увидите, как подготовительная работа идет, а там, где полное погружение, они точно так же не готовят. Устаробряться полное погружение. И за 300 лет ни с одним не занимались. Они не знают этого. У нас занятия идут. И увидите, какие у нас люди строгие, какое отношение к сестрам. Это вы все увидите. Увидите до крещения, и увидите после крещения. После крещения. И вот у вас старые фотографии сохранились, а где вы там другой были еще, без бороды там? Есть, конечно. Вы мне пошлите фотографии три. И у нас готовятся к изданию проповеди во свете Святой Библии. Семитомник. И каждая книга будет, она будет выше, чем эти, и шире. И каждая книга будет 1320 страниц. И в каждой книге будет 112 страниц цветных фотографий. Материал огромный, огромный. Просто не выскажешь. И нам не приходилось еще просто с таким большим материалом. И поэтому там фотографий много. И эти фотографии кто был и кто стал до и после. Одна стоит там артистка, а другой теперь она одета как положено, платье в пол, хит-джап на голове. и она ребенка прижимает. Вот показать сегодняшние фотографии две-три пришлите. И я мало того их возьму для книг своих. Ну больше не смею задерживать вас, Игнать Типов. Ну ничего, все, договорились, фотографии мне пришлете. Ну с Николаем договаривайтесь, кто едет, когда, с ними вместе. А вы мне материал пришлете, да? Да. Я материал сейчас весь скину вам материал, от вас получи это фотографию. А материал я вам скину. Николай, если у меня записывалось, я не сам не ставлю, отсылаем в администрацию, и там недели через полторы будет. Ее можно брать будет. Так, все, с Богом. Аллилуйя. Низкий поклон Николаю. спаси Христос, слава Господу, я-то вообще ничего, главное не мешать только, люди приходят благодаря Христу. Ну да, хорошо, так, отхожу, с Богом, Аллилуйя. Христос.